61 час элдер скролл стрима роуинт в общем посмотрел я еще раз в интернете где находится эта баба она находится где-то вот здесь то есть нам надо сильно на север сейчас двигать но тут опять без левитации к сожалению никак хотя я просто не хочу тратить зелье магии давайте попробуем все таки попробуем пешком дойти не по его не применяя левитацию то что маги магические зелье тратить не совсем не хочется кто там опять на меня нападает ну как страшно музыка заиграла проклятье нет все равно придется левитировать ну давай иди сюда уже что ли идет идет с тебя с лука снимать да так этот пошел да балашмя рухнул на землю сраженный моим луком давайте этого парня пристрелим все но проблем с как говорится так ну чё с неужели мне придется все-таки левитация забираться на эту чертову гору мне хочется тратить магические зелья вы знали нет придется все таки левитации штурмовать эту гору и спит таки зелье заклинание не удалось учу издеваетесь загружаемся взгляда не удалось потому что у меня видимо сильно сильно усталость сильная придется еще и зелье восстановление усталости и спить по моему мне кажется левитации мне не хватит чтобы эти горы штурмануть давай 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 вот на ту гору надо залететь нет не хватило мне к сожалению слушаем тогда загружаемся мне надо я не готов по по миллиону зелий тратить никак не готов сюда я конечно же не запрыгну кстати даже в то в того далекого я попал стрелял на упреждение и попал готов засранить подпал тут с удовольствием в Понятно, что до тех пор я не долечу Так, мне сейчас надо хотя бы вот до этого Чёртового мостика Добраться Да, есть Блин, как отсюда выбрать Ага Блин, как отсюда выбрать Так, ну вот где-то здесь Так, торговка А, вот, у меня, кстати, пометка есть на карте, где меня ждёт эта торговка Сапогами или как её там звать Погнали Она просила проводить её в Гнаармок Хоть она и мошенница, но Я не привык убивать людей только за то, что они мошенники Просит проводить, значит провожу Это я не пойму, со мной разговаривает а тот, что ли? Скальный наездник кричит мне фразы какие-то Ты умрёшь, ты умрёшь Похоже, да Они научились разговаривать Здесь прольётся твоя кровь, а не моя Кто со мной разговаривает, я не понимаю А-а-а, там, смотрите, схватка идёт Давайте поможем этому парню По-моему, это и есть та торговка, которую я должен проводить Дружище, ты кто? Что-то он со мной не разговаривает И почему он голый, непонятно Вообще не разговаривает, не активируется почему-то разговор с ней Говорить с тобой? Что-то мне подсказывает, что я могу пожалеть об этом Так, не так близко Я не хочу подцепить твою заразу Это всего лишь обычный недуг Но тебе нужно найти алтарь имперского культа Или часовню храма Или целителя Или аптекаря И вылечишься Иначе никто не будет разговаривать с тобой Так, вы К сожалению, я болен Я подхватил Уменьшить характеристику Так, ну у меня ездили Лечение недугов, слава богу Мне нужно доставить материалы в Гноармок Премия Премия за мою голову? Это же нелепо Должна быть здесь какая-то ошибка Представить не могу Кому может понадобиться Арестовывать меня Я всегда была честным торговцем При упоминании премии Назначенной за ее голову Премия сказала Что все это неправда И скорее всего Ее с кем-то перепутали По меньшей мере Это звучало не искренне Заключение сделки Ты знаешь условия Ты доставляешь меня До Гноармока А я даю тебе 50 септимов Что? Ой, прости Сапоги Подождите А как мне Это я обычный Точестный торговец Премия Как я тебе и говорила Они думали Что это кто-то другой Этот разговор Становится утомительным Слушайте У меня нету варианта Сопроводить ее То есть похоже Что придется ее убивать С меня хватит Темный эльф Я ухожу Пеми незаметно взволновалась При упоминании о премии Боюсь Что в этой честной торговке Скрыто больше Чем кажется на первый взгляд Пеми не так разгневалась При повторных расспросах О премии Что отказалась Идти вместе со мной Эта женщина Явно не просто торговка Как она утверждает Скоро ты умрешь Это последний раз Когда ты оскорбил меня Скоро ты умрешь Ну Я думаю Что умрет Конечно же она Блин Когда вас разрубают Топором Вы начинаете кашлять 30 монет Стальной топором Поргадюк На продажу Сапоги Ослепляющей скорости Но они обладают Побочным эффектом Стопроцентная слепота Поэтому я их не буду Не буду одевать Я их просто продам И все Так, а квест этот Кому сдавать? К несчастью На пути гнармок Пеми не погибла Правда К несчастью для нее Но этот квест Закрыт у меня Я надеюсь Ну этот квест Все закрыт Зато у меня Теперь есть сапоги Плохие сапоги Но чисто только На продажу Так Следующий квест Который мы будем Выполнять Значит этот я Вычеркиваю Он тоже закрыт Черт подери А больше у меня нету В моей шпаргалке Никаких квестов Не записано То есть надо Сейчас придется Выбирать уже Прямо на месте Какой квест Мы будем выполнять Так, меня отправляют Вивик в юг Будем откладывать На потом Информация от Грамму с ГОП Так Ну-ка Да, вот в этот квест Я буду выполнять Значит следующий квест За который мы возьмемся Называется Информация от Грамму с ГОП Шарм Грамму с ГОП Дал сведения О Нериварине Для мастера шпиона После того Как я выполню Ее поручение Она хочет Получить Череп Левула Андрано Из родовой Гробницы Андрано Она Рассказала О предубеждениях Данмеров Насчет Некромантии И посоветовала Не беспокоить Местных жителей Короче Череп Получить Череп Из родовой Гробницы Андрано Гробница Находится К югу От Пелгиада Прямо у дороги Перед самой развилки Где одна дорога Идет на юго-запад На юго-запад К Сейдонину А другая На юго-восток Вам может понадобиться Зачарованный клинок Некоторые духи иммуны Ну клинок у меня зачарованный К сожалению До До Пелгиада Еще будет помнить Где этот Пелгиад Находится Честно говоря Даже не помню Где находится Пелгиад Но это где-то Где-то вот здесь Вот Пелгиад Где-то вот здесь Вот находится Пелгиад Подождите Да Мне в Пелгиад Как же надо Туда надо Придется Отправляться От Балморы Пешком По-другому Никак Сейчас нужно В Балмору Отправляться Как раз Я избавлюсь От ненужных Шмоток Кстати Семь Камней душ У меня маленьких Есть Давайте Продадим Тоже Сейчас Наверное Опять Стражники Опять Стражники Наверное Респановились Да Так Ну с двумя Я справлюсь Если сейчас Они подключат Остальные То в принципе Я их забью До смерти Режим просто Все Мне это Придется По вкусу Теперь ты Дружок Когда они Не нападают Все вместе Очень даже Легко Мне с ними Справиться Немножко Денежек Сейчас Заработаем Продажи Продажи Всего Этого Хлама Так я проверю Все ли Доспехи У меня есть На мне надеты Да Нам не все Надето Все Магия Закончилась Опять Придется Магическое Зелье Тратить Ну и это Еще не все Сейчас скорее всего На меня еще Нападут Оставшихся Там Два Или Три Стражника Говори Быстрее Говори Говори Два Меча Забыл Продать Говори Что тебе Нужно Говори Быстрее Говори Так лишь бы Этот еще Мирный Не подставился Мирный 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 у меня же нет штрафов нету штрафа возвращаемся в балмору слушайте а давайте я сразу шмотки то продам торговцы действительно тут еще один должен быть я бы его тоже сейчас замочить не отказался ты смотри-ка тут уже пять трупов и там лежат то есть трупы не исчезли а новые новые стражники уже появились интересно говори что как у тебя дела очень неожиданно о чем поговорим так у меня новый уровень здорово выносливость давайте скорость что ли потому что сила и так приличная скорость ну и удачу удачи уже до восьмидесяти двух доведена это же отлично какой у меня уровень то уже в сумме тридцать шестой охренеть как быстро я расту то в уровнях у меня кстати довольно много денег внуков балморе может меня кто-нибудь чему-нибудь обучить давайте посмотрим форт легиона пестрые папочки до 76 может обучить с тяжелым доспехом может быть форт легиона пестрые бабочки смотаться тяжелые доспехи качнуть так можно качнуть атлетику как раз она от скорости зависит ну на одну единичку всего это совсем мало но зато это в балморе давайте качнем скорость вернее атлетику до шесть до 55 в особняке хвалу кто-то обучает атлетики погнали много у меня этих да нет в принципе специи мало поэтому специи даже выгружать пока не буду что ты хочешь я вас знаю так атлетику качнул длинные клинки защиты это уже все так атлетику поднял что еще мы можем поднять в балморе пусть и давайте все таки я вернусь прокачаю тяжелые доспехи в форте пестрые бабочки так кузнец нигде давайте тяжелые доспехи в форте пестрые бабочки деньги есть погнали там опять скорее всего придется зарубиться со стражниками без чего начать давайте вот чуть ли не чтобы не было не было длинное черепах у меня вот и так так и вот и и что с и и и и Вальдру не всегда плохая погода, я заметил. Слушайте, может вот этот квест выполнить? Что она хочет? Давайте посмотрим. Куда ее везти-то, непонятно. К светилищу призрачных врат. Кстати, по идее... Давайте к приз... Я не взялся сопровождать в призрачных... Никакие деньги не оставят меня провести лишнюю минуту в обществе этой женщины. Ну а если по второму разу попросить? Блин. Вы что, угораете? Она отказывается выполнять квест-эскорт. Слушайте, придется загружаться. Я надеюсь, я давно... Недавно сохранялся? Потому что этот квест нельзя терять. Пипец. Пипец, мне атлетику опять по новой качать. Ну ладно, потеряем 2-3 минуты на этом. Ладно. Вот. Атлетику опять качать придется. Вот видите, надо сразу соглашаться, иначе они... Иначе квест не возьмешь. По второму разу. Ну просто призрачные врата звучит устрашающе. По-моему, призрачные врата это что-то такое страшная локация, где очень сильные монстры. Кроме мне так почему-то кажется. Котлетику качнул. Я продолжаю. Не знаю, с чего начать. Привет. Как дела? Тебе не следует находиться здесь. Сейчас потрачу все деньги на прокачку тяжелых доспехов. Какое небо красивое ночное. Ну это, я так понимаю, не то небо, которое у нас над головой. Это фэнтезийное небо. Держисьте. Сейчас надо быть готовым к нападению стражников. Какой красивый, да, кадр? Скриншот можно сделать. Розовое небо, форт, красота. Хм, все стражники до сих пор мертвы. И это даже здорово, наверное. Так, ну что, обучай меня тяжелым доспехом. У меня мало времени, поэтому поторопитесь. Так, она еще и длинным клинкам может обучать. Так, ну у меня длинные клинки, по-моему, 84, а вот тяжелый доспех 66. Давайте тяжелые доспехи качать. Блин, и деньги кончились. Так быстро? Это из-за того, что длинные клинки я качнул случайно. А загружаться по новой теперь уже долго будет. Ладно, пускай будет длинные клинки. Так, теперь мне нужно отправляться в Пелагиат. Для этого нужно в Балмору возвращаться. Говори. Говори. Умри, сволочь. Да что ж такое? Откуда вы так быстро респитесь? Получи! Вы заразились болезнью бурой огнили. Почему вы, ребята, заразные такие? Я не понимаю. Я вроде не снежицу дерусь. Умри, сволочь. Умри, сволочь. С другой стороны, это позволит мне немножко подзаработать опять. И поднять навык кузнечества, благодаря ремонту всего этого хлама. Пожалуйста. Навык кузничества у меня подрастает. Так, я болею. Все, выпил зелень. Чувствую себя нормально. Скоро уже весь город будет усеян трупами бедных стражников, я чувствую. Что я могу сделать для тебя? Я могу взять в Пелагиат, зачищать пещеру с монстрами. Вот для этой бабы, вот она мне это задание дала, принести ей какой-то череп из склепа, из гробницы чьей-то. Кстати, по-моему, гробницы я в этой игре вообще еще ни разу не зачищал, вообще ни разу. Тебе уже легенда, говорит, тут складывает, ничего себе. Неплохо. Так, до Пелагиада придется довольно долго шлепать, пешком туда ничего не ходит. Вот, поэтому придется шлепать. Воспользуемся там заклинанием... Заклинанием хождения по воде, чтобы срезать через озеро. В принципе, у меня вот эти горы уже можно начинать штурмовать потихоньку. Ого. Не знаю, получится ли у меня с помощью заклинания эти горы штурмануть. Честно говоря, у меня сомнения на этот счет. Так что нет, пойдем по дороге. Сейчас в форте лунные бабочки, скорее всего, на меня нападут стражники. Спасибо. Продолжение следует... Одним выстрелом, прикиньте. Одним выстрелом поразил. Так, ну теперь просто до озера идти. А потом на юг. С помощью заклинания хождения по воде доберусь до Пелагиада. Одним ударом, представляете? Одним ударом. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну а тут просто... Просто хождение по воде... Можно, кстати, и проплыть. Ну давайте хождение по воде, чё? Продолжение следует... Так, ингредиенты соберём. Я думаю... Мало ли, вдруг пригодятся в будущем. Блин, тут ещё одна вода. Вот того парня бы отсюда я смогу посмотреть, здесь вот интересно. Давайте ещё раз заклинание хождения по воде. Слушайте, а это вот не та пещера, которая нам нужна, кстати говоря. Нет, это к северу от Пелагиада, а должно быть к югу. Но я всё равно на всех случаях проверю. Пещера Панат. А мне надо, что... Родовая гробница Адрану. Нет, это не оно. Так, вот он, Пелагиад. Зараза. И тут на меня стражники кидаются. Зелья восстановления сил придётся выпить. Вы мне не соперник? Зараза. Какой самоуверенный малый. Так, ну его шмотки я сейчас забирать не буду, потому что мне в пещеру предстоит идти. Там, я думаю, шмотки будут поинтереснее. Форт Пелагиад. Но мне надо дорогу на юге, говорили. Ещё один, сукин сын. Так, у меня закончились силы. Из-за этого... Довольно много промахов. Но ситуация не критическая, поэтому не буду я зелья восстановления сил тратить. Так, надо, кстати, наверное, снаряжение подремонтировать. Молоточки буду экономить пока. Так, где-то к югу должна быть развилка, и прямо вот на ней где-то должен быть... Должна быть эта гробница. Давайте ещё раз почитаем, где она находится. Гробница находится к югу от Пелагиада, прямо у дороги. Перед самой развилкой, где одна идёт к юноюго-запад, а другая к юго-востоку, к Вивику. Значит, надо на дорогу выходить. Поехали. 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 Продолжение следует... Я запарюсь все цветочки собирать. Вроде как оставлять тоже нельзя. Вдруг пригодятся. Когда я стану великим алхимиком. В принципе, зелье здоровья я уже могу ворганить, неплохие. Так, вот она, вот она эта чертова гробница. Ну сейчас повеселимся. Родовая гробница Андрано. Была не была. Посмотрим, насколько опасны здесь будут монстры. Я еще ни одну гробницу не защищал. Одним ударом я этих духов валю. Это не серьезно, ребята, это не серьезно. В урнах лежит костяная мука. Так, святилище святого Вилота. Вы хотите пожертвовать 5 и получить богословение? Исцеление болезни, мура. Присутствие Вилота. Пускай будет присутствие Вилота. Я не знаю, что дает присутствие Вилота. Увеличить магию. На магию я вроде как и не собираюсь ставку делать. Почему-то эктоплазму не могу подобрать. Значит, ее там нет. Так, я вижу там... Это у нас кто? Мелкий ходячий труп. Для меня это вообще не проблема. Я думаю, скелет для меня не проблема. Скелет-лучник. Слушайте, ребята, но это не серьезно. Стрелы жестокой гадюки отравление дают. Элитные, так сказать, стрелы. Неплохо. Так, я что, должен туда прыгать? Вы что, шутите? Давайте пока воздержимся от прыжка туда. Так, у меня я вижу, что... Я подхватил болезнь. Давайте тогда излечимся. Исцеление болезни. Все, я снова как новенький. Одним выстрелом, прикиньте. Одним выстрелом. Двумя, если быть точнее. Я его глушил одним выстрелом. Нифига себе, сколько тут у них вываливается стрел после них. А они довольно тяжелые, их с собой таскать-то. Ого-го. Мне надо прокачивать, я думаю, прокачивать меткость. Поэтому надо, я буду почаще, по возможности, пользоваться луком. Так, лиловый копыри нас. Ну, это какой-то ингредиент просто-напросто. Одним выстрелом, прикиньте. Вот это я зверюга. Клещи. Молот кузнеца-наемника. Где я столько зелий складировать буду, непонятно. Сердце упыря. Мясо гончий. Немножко денег. Ну и костяная мука, как обычно. Что-то я не пойму. Готов, ублюдок. Смотри, это маг. И что он на меня применил? Ну, в принципе, уже все. Все, что он применил, оно уже закончилось. Череп Левуля Андрана. Вот он. Вот он. Мне же этот череп нужно, правильно? Он хочет получить череп Левуна Андрана. Да, это тот самый череп. Так, 36 уроков Вивика, пробовать 15. Навык бездоспешный бой вырос до 10. Опять набор слов про эту Альмсиви. Это было в дни Рэздайна, когда Кимеры и Двимеры жили под мудрым и доброжелательным правлением Альмсиви и их героя-наставника. Когда боги Велота удалились к себе, плавить космос и другие материи, наставник иногда не знал, что делать. Вивик всегда был рядом для совета, и это третий из трех уроков правящего короля. Правящий заменит меня, сделавшего его. Это путь всех детей. Его величайший враг Шармат, фальшивый спящий. Ты или он есть единый наставник. Остерегайтесь выбрать неправильную тропу. Остерегайся преступления доброжелательности. Смотри на него по его словам. Я Шармат, я старший музыки, что я приношу. Есть свет, что я приношу. Есть звезда. Короче, ладно, набор слов. Даже брать не буду, я бездоспешный бой поднял, и этого достаточно. Котяной шлем. Свиток элементаря взрыва. Огонь одноразовый. Удар огня. Кинжал правосудия. Цена 6. Да уж, плохой кинжал, не будем его брать. Так, ну все. Получается, я обследовал. Тут не оказалось сильных монстров, которых я опасался. А, нет, я еще не все обследовал. Так, поучение благой альмалексии. Так, это я уже читал. Ну вот теперь точно я всю шахту обошел. И можно... Слушайте, а помните яма, которая глубоко вниз вела? Давайте я с помощью... Давайте я с помощью... Левитации попробую туда спуститься. Она же куда-то ведет, правильно? Что за звук такой странный? Как будто ветер дует. Попробуем, рискнем здоровьем. Попробую без левитации сперва туда прыгнуть. А, так это как раз я здесь был только что. Понятно. Ну тогда загружаемся и... Тогда возвращаемся. Давать квест в Балмору. А можно, кстати, воспользоваться заклинанием... Возврат альмалексии. Как он там называется-то? Я не помню. Благословно. Я не помню как заклинание, которое к храму телепортит. Вмешательство в Амсиве. Да, попробуем это заклинание. Если повезет, то мы в Балморе в храме окажемся. Блин, я в Вивике. Нет, друзья, Вивик мне не нужен. Вивика я не хочу. Тогда возвращаемся через Кальдеру, как обычно. Единственное, я, наверное, все-таки вот эти вот тела... Обберу тела стражников. Которых я убил в Пелагиаде. Да, от подземелья я ожидал большего. Это факт. Это факт. Класс. Продолжение следует. КОНЕЦ. 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 я слышу по музыке что за за по мою душу бегу стражнику хоть три с ними не страшно у меня длинные клинки подрос а а а я спящий один из тысяч я принес тебе весть да гутур призывает тебя и ты не можешь противиться своему господину шестой дом возвысился одокот его глаза богатствует чертовы сектанты так перегруз возвращаемся в кальдеру и 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 Говори быстрее. Так, издаем квест. Мы только сперва поспим. Так, отдаем ей этот череп. Поручение. Очень хорошо, я возьму у тебя этот череп. Это превосходно подходит к тому, что было задумано. Спасибо. А теперь, как и обещалось, я отвечу на твои вопросы относительно культа Нереварина. Спрашивай. Шарн Грамус Гоп получила череп, и теперь она согласна рассказать мне о Нереварине и выполнить просьбу мастера шпиона. Этот эшлендерский культ верит, что давно мертвый герой Неревар будет возрожден, чтобы почтить древние обещания, данные племенам. Согласно легенде, провозвещенный Нереварин сокрушит ложных богов храма-трибунала, восстановит традиционную веру в предков, практикуемую эшлендерами, и изгонит всех иноземцев из Мороуинда. И храм, и империя преследуют культ, но он существует среди эшлендеров, которым почти нет дела до имперских и храмовых законов. Вот. Возьми эту копию моих записок по этому вопросу для Кая. Заметки о культе Нереварина в вашем рюкзаке. Шарн Грамус Гоп рассказала мне о культе Нереварина и дала записки для мастера шпиона. Теперь мне надо вернуться к нему и отдать эти записи. Да-да-да, ты выполнил поручение. Поговори с Ажирой или Ранис, они могут дать тебе поручение. Но они... Они уже не дадут мне поручение, потому что их задания, по-моему, я все выполнил. Так, теперь нужно Каю Касадесу возвращаться и сдавать. Кстати, о записку давайте почитаем, что за записку она дала. Заметки о культе Нереварина. Эта информация собрана Шарн Грамус Гоп для Кая Касадеса. Культ Нереварина. Этот религиозный культ эшлендеров построен на вере в пророчество о Нереваре, который возродится, чтобы восстановить древние традиции пророка Вилота, свергнуть ложных богов храма-трибунала и избавить сморовит от чужеземцев. И, несмотря на это, некоторые эшлендеры все еще следуют ему. Из-за преследований со стороны храма и империи этот культ остается секретным, поэтому сложно судить, насколько он распространен как среди эшлендеров, так и в других племенах. Нереварин. Эшлендеры твердо верят, что Неревар вернется, чтобы восстановить великолепие древнего Рездайна. Морумит назывался Рездайн до имперской оккупации. Эшлендеры считают, что великие дома и храм предали истинное учение пророка Вилота, променяв веру предков на ложных богов трибунала и предавшись соблазнам цивилизации, которая испортила высших эльфов. Храм, с другой стороны, чтит святого Неревара, но отрицает все легенды о том, что лже-пророк когда-нибудь вернется на землю. Неревар. Храм поклоняется святому Неревару как великому генералу Данмера, первому советнику и соратнику Вивика, Альмалексии и Сотосил, которые объединили дом Данмер, чтобы уничтожить злобных двемеров, предательский дом Дагод и их западных союзников у Красной горы. Но эшлендеры считают, что Неревар обещал чтить древних духов и закон племени, и что он вернется, чтобы восстановить свое обещание. Для эшлендеров это означает уничтожение ложного храма и изгнание императорских захватчиков из страны. Пророчество о Нереварине. Видение и пророчество – уважаемая традиция в культе эшлендеров. Их предсказательницы и шаманы очень серьезно относятся к снам и видениям и передают своим детям наследие видений и пророчества его племени. Храм и западное вероспорядание, напротив, с подозрением относятся к мистицизму. Они считают интерпретацию снов и видений примитивным суеверием. Самая распространенная версия пророчества о Нереварине – это странник. Смысл его туманен, как и в большинстве предсказаний. Однако два пункта относительно его совершенно ясны. Во-первых, многие плохо информированные ученые полагают, что фраза «прошедшие далеко за звезды и луну» – просто клише, обозначающая долгий путь. Однако точно известно, что Неревар был обладателем магического кольца «Один клан под луной и звездами», на котором Неревар якобы поклялся чтить древние традиции эшлендеров и их права на владение землями. Во-вторых, фраза «семь проклятий» относится к затерянной книге пророчеств, известной у эшлендеров как «семь проклятий». Странник. Когда земля разделена, и небеса падут во тьму, и спящие узнают семь проклятий, появится в то время странник, прошедший далеко за звезды и луну. Хотя рожден лишь для прояснения, вид его определит судьбу. Грешники преследуют, праведные проклинают, пророки говорят, но отрицают. Столько испытаний проясняют странники судьбу и яд проклятий. Множество камней летят в него, все падают, но вот один остался. Утерянные пророчества. Старейшины эшлендеров вспоминают о пророчествах, которые были утеряны из-за небрежности и глупости предыдущих поколений предсказательниц и дашханов. Недоверчивые ученые считают, что эти книги были утеряны специально. Точно известно название трех утерянных книг. Первое – утерянные предсказания. Второе – «семь проклятий». И третье – «семь видений семи испытаний возрождения». Возможно, когда-нибудь эти книги будут найдены либо в забытых рукописях бродячих писателей, либо в памяти эшлендеров-отшельников, либо в тайных традициях предсказательниц и шаманов. Относим этот свиток к Каю Казадесу, но продолжим уже в следующем части. Всем спасибо, всем пока.